МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дельниоз Гафаров Бахадыр Мусаев Шерзот Боймродов Севара Солиева Марифат Артыкова и Мамур Султанов в сериале «Наследник». Что он сказал? Он нам поможет. Он надежный человек? Да, старый, знакомый. Никому не скажет. Через два месяца я еще раз схожу и поговорю. Все будет хорошо. Исмой Лекян? Да. А как я буду обманывать? Прежде чем врать, убеди себя. Тогда будет проще. Не могу убедить себя. Шерзот Боймродов Милая, постарайся. У нас нет выхода, как смириться с судьбой. Пойми же. Хорошо. Я постараюсь. Только... Что еще? Как это будет? А если они узнают? Шарофа, если ты сама не расскажешь, то никто не узнает. Я волнуюсь из-за Джамиляки. За это не переживай. Он, наоборот, поможет нам. Хорошо. Сегодня мы тронемся в путь. А вы папе сказали об этом? Да. Сейчас и маме сообщу. Мне зайти вместе с вами? Зайдем вместе. Азамат спит, что ли? Спит, мамочка. Мама, я поговорил с папой. Он согласился. Мы сегодня же выезжаем. Сначала не поговоришь ли со знахарем? С ним я говорил, мама. Он сказал, что мы должны лечиться там. Когда ты говорил с отцом? Чуть ранее. Он согласился? Когда возвращаетесь? С его слов, через два месяца. Он действительно хороший знахарь. По слухам, ему нет равных. Отец знает, что вы сегодня уезжаете. Папа сегодня вернется поздно. Я попрощался. Мамочка, я соберу вещи. Что же мне сказать? Мамочка, благословите. Даст Бог, вы обязательно будете нянчить внуков. Я молю об этом Бога, сынок. Одна надежда на Всевышнего. С тех пор, как я услышала, что Шаров от бесплодна, мир потемнел в моих глазах, сынок. Поэтому я и прогнала ее. На самом деле, дело не в том, что я ее не люблю. Как только подумаю, что она не может родить, я начинаю ненавидеть ее. Ах, если бы она вылечилась и родила бы мне внуков. Я тоже много слышала, как бесплодные женщины рожают. Мамочка, я чувствую, у нас скоро будет ребенок. Обязательно. Да будет так. Я думала, ты потерял надежду и молча носишь это в себе. А ты ходил и искал лекарей. Да, мама, давно уже. Долго ждал нашей очереди. У нас дальняя дорога, нам надо выезжать. Хорошо. Что, приготовить дорогу, сынок? Ничего не нужно. Все необходимое мы купим по дороге. Хорошо. Аминь. Аминь. Пусть Бог дарует исцеление. Счастливо съездить и вернуться. Пусть исполнятся наши мечты. Алло Хайкар. Прошло время. Тош Буи. Мать. Ой, здравствуйте. Радостная весть. Ой. Джамин вчера еще раз съездил. Подарок за радостную весть с меня. Говорите скорее. Оказывается, хороший лекарь. Жена, нашу невестку вылечили. Ой, боже мой. Неужели? Неужели ее вылечили? Да, да. Сколько мы обижали нашу невестку. Ну, все мы грешные люди, жена. Кто бы мог знать, что так будет. Когда они возвращаются? Да, с Богом, сегодня вечером. Да будет здоров тот лекарь и живет долго. Да, да. Будет он здравее всегда, жена. У меня теперь будет внук. Слышишь, внук? Аминь. Аминь. Поэтому на радостях ты приготовишь сегодня мое любимое блюдо. Пусть все будет достаточно. Конечно, приготовлю. Я и сам могу тебе помочь. Слава Богу. Он ничего толком не ест и не пьет. Ушел из дома. Живет у друга. Мы с его мамой ели привели его обратно в дом. Знаю. Что скажете, Макарампа? Будем начинать свадьбу? Сначала мне нужно поговорить с дочкой. Поговорите так, чтобы она согласилась с сестра. Нужно скорее начать свадебную подготовку. Я убедилась, что он не женится ни на ком другом, кроме на Илье. Верно. Благое дело, лучше начать раньше. Я не против. Но я не могу не прислушаться к ее пожеланию. Обязательно нужно. Несправедливая клевета опустошила мою дочь. Мы будем хорошо с ней обращаться. О прошлом не будем напоминать. Объясните ей это все. Хорошо. Извините, Макарампа. Мы, пожалуй, пойдем. Когда нам еще прийти? Не знаю. Мне сейчас сложно что-либо ответить вам. Может, я пришлю Бахтиору, пусть они сами поговорят? Ладно. Так будет лучше. Все равно вы сами уговорите ее. Я постараюсь. Аминь. Аминь. Дай Бог погулять на свадьбе молодых. Заодно и отдохнули. Да. Здесь очень чистый воздух. Вообще, в такие места нужно приезжать каждый год, верно? Верно. Ой, когда я думаю о нашем доме, то сердце мое колотится чаще. Как я выдержу девять месяцев? Опять начинаешь. Я ведь все тебе объясним. Если ты не справишься, то мне конец. Я постараюсь. Ты должна не стараться, а обязана справиться. Хорошо. Тогда зачем ты меня мучаешь? Справлюсь. Если они узнают... Ты вообще видела, как протекает беременность у других женщин? Много видела. Вот и все. Что тут сложного? Мне сложно, но обманывать тяжело. Шарол Фарад. Ради того, чтобы сохранить нашу семью, мы должны это сделать. Я понимаю, но это дело не трех дней, а девяти месяцев. А дальше еще сложнее. Понимаю. Тебе будет очень сложно. Но даже если так, мы должны выйти из этой ситуации. Если справимся, то гора с наших плеч. И мама, и папа не будут страдать от того, что мы бездетны. Знаешь, самое главное, это сбудется их мечта, понимаешь? Справишься? Я буду очень стараться. Я доверяю тебе. Садись в машину. Хорошо. Хорошо. Не может быть. Я не верю. Почему? Они лукают. Откуда вы знаете? Может, Бог вознаградил их? Нет. Все равно это ложь. А почему это вас так мучает? Все наследство Рахман Кулаке причитается только мне и Исмаилу. Как-никак, там есть и моя доля. Если родится наследник, то мне придется лишиться этого. По-моему, всем наследством вы хотите завладеть сами. Почему ты так считаешь? С чего это ты взяла? Говори. Я в курсе. Мне ясны ваши планы, как пять пальцев. Так. У Исмаила сердце больное. Врачи сообщили, что он долго не проживет. Кто тебе сказал? Однажды вы сами рассказывали. Я не говорил такого. Неужели вы забыли? Когда я говорил? Вы были уже знакомы с Дямиляки. Мы учились на втором курсе. Тогда вы мне и рассказали. Вот я дурак, что поделился с тобой этим секретом. Не лучше ли заживо умереть? Замолчи. Ты меня не учишь, что лучше, а что нет. Если мой друг не проживет долго, и я стану владельцем его наследства, что тут плохого? Разве плохо, если у него родится наследник, и он будет хозяином всего? Он не может иметь детей. Он ведь лечился. Разве он станет отцом, это плохо? Я видел то место, где он лечится. Там простая здравница. Рахман Кулаке хочет снова женить Исмаила. Они, испугавшись этого, и прибегли к лукавству. Если вы его настоящий друг, то помогите ему. И как я могу ему помочь? Не раскрывайте его тайну. Он мне не рассказывал. Попросил передать его отцу радостную весть. Хоть сам я и не поверил, но я пошел и сообщил об этом. Как еще я могу ему помочь? Держите себя так, словно и вы поверили. Я сам знаю, как себя вести. Ты меня не учи. Если бы он держал меня за близкого друга, то не скрывал бы от меня свою тайну. Он ведь сказал, что вы еще поговорите. Не знаю. Надеюсь, он расскажет мне правду. Не смей рассказывать другим о том, что ты знаешь. Если расскажешь, то пеняй на себя. Во-первых, тебе никто не поверит. А во-вторых, тебе будет тяжело. Я никому не скажу. Но у меня есть просьба. Вы знаете же. Я знаю, о чем ты попросишь. Но я не смогу жить с другой женщиной. Я не желаю всю жизнь прожить с вами в муках совести. Пожалуйста, найдите себе подходящую жену. Не болтай много. У Исмаила будет ребенок. Вы когда узнали об этом? Арахман Кулакеа не в себе от счастья. Как хорошо. Они чуть позже вернутся домой. Значит, это реально хороший лекарь, да? Да. Говорят, ведь от каждой хвори есть излечение. Если честно, то кажется, Исмаил вылечился. Это однозначно. Если не будут лечиться вместе, то толку нет. Да, пусть у них будет много детей. Идемте, проходите. Счастье семьи в этом. Прошло больше двух месяцев. Вы сказали, что они сегодня возвращаются? Да, сегодня. Мы не проведывали даже их. Теперь нужно поехать к ним в дом. Ну, съездим. Когда? Пойдем же мы сразу к их приезду. Завтра или послезавтра. Ладно, хорошо. Вот. Ой, ты слышишь? Да. Эльдор проснулся. Ты не слышишь, что ли? Сейчас. Ты меня опозорил. Такому парню, как ты, она откусанное яблоко отдавать не желает. Они знают, что вы так будете говорить. Вот и откладывают маму. Сомневаются, отдавать или нет. Все это из-за тебя. Из-за тебя я принижаюсь. Нет, что я вчера говорила и что сегодня, а? Из-за тебя я пошла туда с поникшей головой. Ой, не могу я вытерпеть этих слов. Я еле сдержалась, еле. Жена, говорят, ради друга выпей яд. Что может быть горче яда? Да откуда мне знать? Эй, чтобы то, что горчи не было, ты ради ребенка выпьешь. Все говорят, хотя бы вы не твердили бы мне об этом. С чего это я не буду говорить, а? Так вы ничего не решили ведь. А что нужно решать? Вы ни разу не сказали, что Ноэля тебе не пара. Женись на другой. Ни разу не сказали. А с чего я так должен говорить? Вся тяжелая ноша на моих плечах. Эй, как свадьбу проведем, ты все забудешь. Зачем я пошла свататься? Ты не оставил меня в покое. Настаивай, чтобы я пошла. Вот тебе результат. Она еще капризничает. Видите ли? Нужно спросить у дочки. Дочку нужно уговорить. Эх, что бы это твоя дочь. И все равно. Она ведь хорошо вас встретила, мам. Видите ли, хорошо встретила. Я знаю, почему она так встретила. На самом деле она не горит желанием видеть меня. Она желала, чтобы я пошла к ней с поникшей головой. Вот. Я ведь пошла к ней, умоляя ее. Да с радостью пусть вывез свою дочь. Куда же она денется? Ты ведь пошла туда ради единственного сына. Что ты ворчишь? Обидно ведь. Я только вчера говорила, фу, негодная. А сегодня пошла просить ее руки. Вот это гложет меня. Вот поэтому человек должен думать, что говорить. Зачем болтать лишнее? А вам лишь бы мораль почитать. Итак, а когда сходите еще раз? Нужно скорее решить этот вопрос. Я туда снова не пойду. Мама? Что мама? Сходила ведь? Хватит. Или мне теперь лечу ее порога? Ой-ой-ой-ой. Ну хотя бы еще раз ходи. Не пойду. Не хочет выдавать завж. Пусть не выдает. С радостью еще. Как согласиться? С радостью. Просто душа моя не лежит. Никак не лежит. Отец рассказал радостную весть. Да, мама. Похоже, лечение знахаря помогло. Я не могу нарадоваться. Дочка, ты теперь береги себя. Хорошо. Если тебе захочется чего-то поесть, раз сообщи. Молодец. Я хочу отблагодарить того знахаря. Отец, я и сам заплатил больше, чем нужно. Ну, знаешь ли, твоя радость иная, а моя другая. Я ведь говорю, я отложил причитаемое ему. Главное, чтобы мой внук родился. Если назовешь адрес, то я сам съезжу. Вы поедете в долину? Да что? Зачем утруждать себя? Ты что, это ведь того стоит. Я сам поеду. Хочу по душам поговорить с тем знахарем. Пусть съезжает. Хорошо, отец. Раз вы так решили, я не против, но только не сейчас, а позже. Почему же? У него пациентов много. Он обследовал тех, кто в очереди и уехал за границу. Его вызвали. Там тоже есть его пациенты. Да, значит, он реально хороший знахарь. Да. Значит, за границей он известен. Сам он профессор. Говорят, что в современной медицине ему равных тоже нет. Мамочка, можно я пойду и приведу в порядок наши вещи? Все они разложены по разным сумкам. Хорошо, дочка, только не поднимайте тяжелые вещи. Хорошо? Теперь тебя беречь нужно. Будь осторожным. У меня еще есть силы. Любую работу я буду делать сама. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ну, Илья. Здравствуй. Здравствуйте. Разве я не говорил, что он не достоин тебя, и что однажды мы с тобой опять встретимся? Ты пренебрегла моей любовью. Я говорил, что за это придется отвечать. Что вы такое говорите? Сейчас не время для этих разговоров. Все ты понимаешь. Если бы ты вышла замуж за меня, то тебе не пришлось бы переживать с такие тяжелые неприятности. Он недооценил такую благородную, как ты. Джамиля Кя, перестаньте. Я не тебя жалею, а его. Я ведь говорил ему, так не делай. Такую, как Ноилю, ты в жизни больше не встретишь. Он не послушался меня. Почему вы так говорили? Потому что я знал, что он следит за тобой. Почему он следил за мной? На то ведь не было оснований. Он ревновал тебя. Я знала, что он ревновал. Но я никогда не думала, что столкнусь в жизни с такой гнусной креветой. Да, столько молчал, хранил в себе и разом отпустил тебя, дав развод. Джамиля Кя, вы не знаете. Он все хранит в себе. Никому не делится своей болью. Значит, он не считает меня за друга? Нет, это не так. Он вас считает близким. Но все равно его боль внутри него. Пожалуйста, передайте ему, что я не изменяла ему. Меня просто кто-то оклеветал. Мы оба обожглись. Знаю, теперь нет толку от этих разговоров. Но когда вспоминаю об этом, то все горит в душе моей. Так и передайте. До свидания. Все равно, выйдя за него замуж, ты совершила ошибку. Нет, я не совершала ошибку. И ни о чем не сожалею. Только простить не могу. До свидания. До свидания. Счастливого пути. Интересно, а где ее ребенок? Мальчик или девочка у нее? Все. Не плачь. Перестань. Так ты можешь быстро проколоться. Сердце мое разрывается. Ах, если бы это было правдой. Мне самой хочется поверить в это. Харл Файт. Я хочу верить в это, Исмайлик. Хватит. Перестань. Не плачь. Не плачь. Протри слезы. Все. Хорошо, что я рассказал обо всем главврачу. Отец настаивает, что хочет поехать и отблагодарить его. Что? Не бойся. Не бойся. Ты что? Я ведь сказал ему, что знахарь уехал за границу. Он поедет позже. А до того я еще раз позвоню и предупрежу его. Нет. Обман за обманом. Как я могу вынести... Шарл Файт, ты не думаешь, что мне легко? Не мучай меня, пожалуйста. Лучше бы я тогда молча ушла из дома. А я? А что бы делал потом я? Почему ты думаешь только о себе? Я не думаю только о себе, Исмайлик. Сложная задача у меня. Знаю. Мне совестно, глядя на то, как радуются мама и отец. Потерпи. Все станет на свои места. Не знаю. Верь мне. Не знаю. Дельшот, ты еще зайдешь на склад? Потом запри дверь? Хорошо. Дельшот. Слушай, хозяин. Забей всех парня. Все зайдите ко мне. Хорошо. Есть дело. Ну-ка, давайте скорее сюда. Ну-ка, давайте скорее. Все сюда. Хозяин, все в порядке? Не в порядке. Что случилось? Что могло случиться? Да с Богом, скоро я стану. Дедушкой. О, поздравляем, поздравляем. Я хочу поделиться радостью. Шухрат, возьми это тебе. Поздравляем. Спасибо. Дешет? Я здесь? Держи, сынок. Спасибо. Дай Бог тебе хорошую невестку. Скорь свадьбу. Благодарю. Эхтерна, сынок. Спасибо. Пусть Бог дарует вам тоже детей. А где это? Хатамакя, Назима. Как звали еще одну девушку? Муни Сахон? Да, Муни Сахон. Позови их всех. Пусть подойдет. Сейчас позовем. Спасибо. Спасибо. Поздравляем еще раз. Спасибо. Мама? Да, дочка, как ты? Пришла уже? А откуда эти цветы? Это Бахтиор их принес. Так не делай, дочка. Он специально их для тебя принес. Отнеси их к Сию в комнату. Не нужно. Дочка. Мама, пожалуйста, мне сейчас ни до чего нет тела. Когда мы сможем поговорить? О чем? Сваты приходили. Я ведь сказала, если я не хочу, что делать мне? Или же я вам в тягость? Я вам надоела? Обижаешь меня? Может, вы не говорите мне, откуда знать? Разве может, свой ребенок надоест? Говорят, ведь вышла замуж, теперь ты принадлежишь другой семье. Я думаю о твоем счастье. Больше ни о чем я не думаю. Ладно. Ты иди отдыхай, потом поговорим. Извините, мамочка. Все, перестань плакать, хорошо? Хорошо. А то мама может заподозрить. Можешь не провожать. Шарафат? Да, мамочка. Ой. А ну-ка, взгляни на меня. Что случилось? Ты плакала? Я не могу сдержать слез от счастья. Слава Богу, что мы дождались этого дочка. Мамочка, слушаю. Мне почему-то хочется остаться наедине. Мне уйти? Нет. Тебе хочется чего-то поесть? Или тебя подташнивают. Мне ничего не хочется. Ты моя хорошая. Успокойся, дочка. Успокойся. Лей-ли подобен облик твой, Ты так красиво, говорят. А я, Меджну, Что за тобой бредет пугливо, говорят. Я головы не подниму стянаю у твоих дверей, Как не стянаю ни к чему, Вся страсть порыва, говорят. Я у врачей искал удач, Возможно, исцеление мук. Не лечит, отвечал мне врач. Такое диво, говорят. Скажи мне, где Меджнун Лей-ли? Ответь мне, где Фархад Ширин? Они прошли и отошли. Все в мире лживо, говорят. Вот молодец. Здравствуйте. Здравствуй, Исмаил Джон. Как ты? Ну-ка, проходи. Спасибо. Я не помешал? Да нет, что ты. Илах Аминь. Пусть будет мир на нашей земле. Аллах Аминь. Аллах Аминь. Итак. Как поживаете, Дальмурадь? Исмаил Джон, как твое здоровье? Хорошо, спасибо. Как вы сами? Порядке. Как жизнь? Здоровья. Хорошо, спасибо. Я поражаюсь Рахман Кулакя. Получив художественное образование, он ни разу не работал по специальности. Окунулся в торговлю и ушел. А сам как? Ты ведь был нормальным художником. Ты рисуешь хоть иногда? Да нет, откуда там? Я даже не помню, когда в последний раз держал кистьюрка. Да ну. Однако у меня имеется хорошая коллекция. Я не понял, почему ты выглядишь таким опустошенным? Все в порядке? В порядке. Дальмурадь, я пришел к вам с одной просьбой. Ой, братишка, и всего-то делов-то. Я выполню с удовольствием любую твою просьбу, если это посильное дело. Ну? Да. Теперь свататься вы сами идите или посылайте своих братьев. Я больше не пойду туда. Не пойду. Хорошо. Братья мои пойдут. Бахтийор. Да, мамочка. Оставь свои туфли, иди сюда. Иди сюда, говорю. Садись. Чем хотите обижаться на меня, словно девка? Пойди и приложи все усилия, уговори ее. Ей сейчас сложно. Она ведь развелась, мама. Ты не мог уговорить ее и до замужества. Что ты мне голову морочишь? Да согласится она, мама. Куда денется? Я тоже знаю, что она согласится. Вот и все. Я не выношу то, как она церемонится. Что это они мне? Ведь их можно понять. Сначала они не были согласны. Это твои родственники. Они знают, что ты при удобном случае все выскажешь. Поэтому так получается. Все понятно же, жена. Вот видишь? Вот видишь? Твоему отцу даже придорожный гриб важнее тебя. Мамочка, ну что я могу сказать? Разве парень так ведет себя, а? Да подними ты голову. Иди и уговори. Уговори ее. Вставай. Ну, никак душа моя не лежит. Ну, никак. Дальмуратеке, только пожалуйста. Причину моего прихода к вам пусть никто никогда не узнает. Хорошо? Угу. А что, это тоже секрет, да? Держи. Отец? Ну-ка, иди за мной. Отец, пожалуйста, не позорьте меня. Все уже в курсе. Мне непросто было уговорить невестку. Ты поступил с нами бессовестно. Слушаю. Исмаил? Ты до сих пор в постели? Джамиль, я сегодня буду позже. Мы ведь должны были ехать за товаром. Сам езжай. Или давай вместе поедем, но позже. У вас вчера спрашивала жена Джамильякя. Кто? Жена Джамильякя, Гульсаропа. Не понимаю, зачем она искала меня? Не знаю. Теперь вы скажите слово. Я поговорила. Она согласна? Соглашается. Я вчера спрашивала о вас. Ваш друг был дома. Я хотела поговорить с вами. Извините, я, может, не права, но у меня нет выхода. Я не могла сообщить вам то, что хотела у вас дома. Но... А в чем дело? Все сказанное будет от имени моей совести. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому.